Завтра в Новочебоксарском МИМ-театре «Дождь» состоится необычная премьера. Там презентуют спектакль по пьесе Алексея Бьюрклунда «Четыре солдата в поисках мира», которые поставили на средства федеральной программы по поддержке театров малых городов. На закупку оборудования и декорации было выделено более 5 миллионов рублей. Что отличает эту постановку от других, расскажет Наталья Егорова. Новочебоксарские артисты признаются, за 10 лет существования театра привыкли справляться с трудностями самостоятельно. В здании практически все построено их руками, даже отопительные системы и туалеты. На помощь особо не надеялись. Тем неожиданней стала новость о том, что «Дождь» попал в проект партии «Единая Россия» театры малых городов и получит немалые средства. Свыше 5 миллионов рублей выделено учреждению культуры из федерального бюджета, чуть более полумиллиона добавила республика. Благодаря этому здесь удалось обновить и световое, и звуковое оборудование, а также закупить декорации. Мы играли до этого репетент с деревянными, это несерьезно. Камерный театр, оружие должно быть вот здесь, на глазах. Поэтому мы закупили три винтовки, вальтер-пистолет, это очень дорогое удовольствие. Посмотреть, как театр осваивает средства, в октябре приезжала депутат Госдумы Алена Аршинова. Она отметила, таким учреждениям культуры необходимо помогать, чтобы дать возможность развиваться. Новая постановка – это серьезный эксперимент для артистов «Дождя». Пьеса совершенно выбивается из привычного фирменного стиля театра. Такого здесь еще не ставили. Спектакль не простой, необычный, а войне. Постановка еще будет дорабатываться, домысливаться, говорит Валерий Проваров, но обязательно попадет в репертуар. С будущего года мы будем в спектакле-репертуаре театра, будем его играть, мы его будем на фестивале, естественно, повезем. Скорее всего, как раз фестиваль этих малых городов. На этом эксперименты с серьезными темами не закончатся. Здесь уже задумываются о новой постановке, теперь уже на тему узников концлагерей. Конечно, успокаивают поклонников артисты. Это не значит, что театр потеряет свой узнаваемый стиль. Дождь по-прежнему собирается радовать детей спектаклями с клоунами и пантомимой.